Уважаемые партнёры, добрый вечер, партнёры, друзья, коллеги. Давайте поговорим о том, как мы можем правильно двигаться для того, чтобы помочь нашему организму очиститься. У нас сегодня не первая встреча, у нас вторая часть нашей беседы. И вначале мы просто вспомним, о чём мы говорили в прошлый раз. Мы говорим о том, что наш организм надо периодически очистить. Очистить от токсинов, от аллергенов, от тех продуктов, использованных, которые нам уже не нужны. То есть очищение от токсинов – это детоксикация, коротко детокс. То есть мы не просто избавляемся от токсинов, а наша задача заключается в том, чтобы активировать те процессы организма, которые эти токсины нарушили. То есть всё понятно. Но на самом деле этот процесс очищения от токсинов касается очень многих, а может быть, каждого. Просто вспомним, что токсины – это те элементы, которые мы получаем, нравится нам это или не нравится. Спрашивали у нас согласие или не спрашивали. Например, это лекарства, антибиотики, это консерванты в продуктах питания, это бытовая химия, которую мы используем, это химикаты, удобрения, которые используются в процессе выращивания овощей и фруктов и не попадают к нам просто потому, что они уже использованы. Снова же загрязнённая вода, загрязнённый воздух, материалы, которые использовались в переремонте или отделке наших жилых помещений. Они, оказывается, могут быть высоко токсичны. Или это условия производства, в воздухе которых используется много отравляющих элементов и они являются вредными. Как для людей, которые там работают, так и для тех, кто проживает недалеко от этих заводов. Или пластик, пластмасса, как хранение воды продуктов. Помним, что там есть определённые классы пластмассы. Или большой город, если вы живёте в большом городе, нравится вам или не нравится, ездят машины, выхлопные газы, недостаточно растений, которые будут чистить наш воздух, или малоподвижный образ жизни, или привычки, которые нарушают наше здоровье, они вредны. Курение – это принципиально важный момент, потому что курильщик и себе вредит здоровью, и тем, кто находится рядом, причём тем, кто рядом, он ещё больше делает плохого, чем себе. Ну и чрезмерное пристрастие к определённым продуктам питания. То есть, вывод следующий. Токсины надо убирать, потому что они не нужны, они мешают нашему здоровью. Нет ни одной болезни, которая не была бы связана с тем, что токсины выведены неправильно. Но при этом это касается всех, потому что мы все получаем эти токсины в разных количествах, конечно же. И мы знаем, что есть специальные органы, которые занимаются тем, чтобы чистить наш организм. Ну, потому что это проблема, с которой мы сталкиваемся всю жизнь. И так у нас есть кишечник, печень, почки, кровососуды, суставы и кожная покрова. Поэтому не надо ничего выдумывать нового, уже велосипед изобретён. Надо просто помочь этим органам работать так, как положено. И у нас есть порядок. Если мы будем по этому порядку двигаться, то мы получим максимальный эффект. Мы уже знаем, что признаки того, что надо дополнительное очищение, это изменение веса, усталость, раздражительность, частые болезни. Но сейчас мы остановимся более подробно. Мы сказали, что первый орган, который надо чистить, это кишечник. Почему кишечник? Это часть пищеварительной системы, которая занимается тем, что здесь всасываются нужные элементы с одной стороны и выводятся остатки с другой стороны. Для того, чтобы там шла правильная работа, у нас есть много микроорганизмов. Это микрофлора. Она имеет разное сочетание, количество на качественное. То есть наша задача. Кишечник должен работать правильно, чтобы мы получили нужные элементы, вывели то, что нам не нужно. И при этом микрофлора работала так, как нам нужно. Здесь сразу говорим о том, что 70, может быть, даже 80% иммунной системы защиты организма действует именно вдоль пищеварительной системы, вот именно вот здесь. То есть если мы очищаем кишечник, то получается, мы поддерживаем тем самым работу иммунной системы. И когда мы начинаем его чистить, просто надо понимать, что если мы его чистим правильно, то из него выходят те элементы, которые там, возможно, задержались. То есть это могут быть просто остатки не вовремя выведенных скоплений переработанной пищей, такие каловые камни какие-то, и вредная микрофлора, которую надо вывести для того, чтобы восстановить здорово. Что нам скажет организм, если здесь есть проблема? Любую проблему с опищеварением, допустим, вздутие, которое периодически появляется, или изменённый стул, то есть он может быть более жидкий или более плотный, или вот такое ощущение, и жёлтая, тошнота, отрыжка, изменение пищеварительности, болезни ротовой полости зубов, несвежее дыхание, слабость, повышенная утомляемость и так далее. То есть где-то процессы всасывания полезных веществ идут не так, как нам надо, не хватает сил на что-то. Понятно, что мы будем его чистить, понятно, что для нас важен, это первый этап. Отдельно скажем о том, что пункт чистить кишечник и всё тело от паразитов, это отдельная программа, мы об этом поговорим в следующий раз, потому что паразитов много, это отдельная часть, она входит в очищение кишечника. Пункт первый – кишечник, пункт второй – печень. Печень – это часть пищеварительной системы. Она важна потому, что её значение для организма является принципиально необходимым и важным. Это огромная биологическая лаборатория, и от её работы, от того, как мы чистим печень и желчный пузырь, зависит правильное функционирование всех систем. Потому что печень большая, почти 3% от массы тела, и она не парная. Если она заболеет, её некому подстраховать. Но именно печень, с одной стороны, она выводит шлаки, выводит токсины, которые у нас есть, это её задача – детокс изначально. С другой стороны, она работает как фабрика по синтезу. Факторы свёртывания крови, витамины, микро-макроэлементы, плюс белковый обмен, плюс участие в обмене железа, гемоглобина и так далее. Плюс она отвечает за то, чтобы конкретно вылавливать остатки лекарств и так далее. То есть получается, что это важный орган, который отвечает за состояние всего организма. И мы должны подчеркнуть, что ни одна капля крови не попадёт к сердцу, пока она не прошла очищение в печени. То есть очищение, функции синтеза. И вообще-то она вырабатывает желчные кислоты, выбрасывает желчь, которая необходима для правильного пищеварения. Правильное пищеварение, в том числе правильная микрофлора кишечника. И если на этом уровне, на втором уровне у нас будут проблемы, что мы можем почувствовать, какие признаки? Если у пациента есть букет заболеваний самых разных, плохое самочувствие, но ничего не находят, то быстрее всего здесь проблема печени. Улыбаемся, но это фраза сказана не просто так. Неприятный запах изо рта, появление горького привкуса. Вот это конкретно желчный пузырь. Неправильный выбор желчи. Снова же утомляемость, упадок сил. И какие-то могут быть кожные проявления. Ну потому что мы же сами знаем, что кожа показывает проблемы отдельных органов внутри. Для печени тоже есть кожные знаки, мы чуть позже на них остановимся. Пункт третий – это почки. Чем занимаются почки? Они фильтруют нашу кровь. Фильтруют, отбирают первично те элементы водорастворимые, которые они могут собрать. Потом концентрируют и в виде небольшого количества мочи выводят то, что организму уже не надо. То, что мы уже приготовили на вынос, на вынос, на выведение из организма. Что может нам показать, что на этом уровне у нас есть проблемы? Это могут быть проблемы мочеполовой системы, то есть какие-то проблемы почек, мочевыводящих путей или мочевого пузыря, обычный цистит, тоже в этом говорит. Или образование песочка или камней в почках. Или просто отеки. Здесь мы говорим про отеки, которые могут касаться и ножек, и области лица. Пункт четвертый – кровь и сосуды. Почему важно? Потому что кровь – это полужидкая ткань, которая переносит кислород, питательные элементы, ну и забирает углекислый газ. И нам нужно вот это определенное состояние. И не более густое, потому что трудно перекачивать. И не более жидкое, потому что будут кровотечения. Это кровь. И сосуды. Это сердечно-сосудистая система. Сердце, которое выбрасывает кровь с определенным ритмом и с определенной силой. И сосуды, по которым эта кровь, полужидкая, должна правильно двигаться без спазмов. Если есть проблемы на этом уровне, какие могут быть признаки? Обычные – головная боль, усталость. Усталость, но уже привязана к головной моли. Или раздражительность. Или меняется артериальное давление в одну или другую сторону. Обычно оно повышается. Или у нас есть проблема, связанная с венами. Венами именно нижних конечностей. Ног – это обычное расширение, барикоз. И иногда появляются еще тромбы, то есть тромбофлебит. Это всегда видно снаружи. Не всегда, но чаще всего видно. И это всегда проблема, потому что мы понимаем, что ток крови вверх, он нарушается. Или вот ноги. Ноги или руки влажные или холодные постоянно. Или озноб, или снова же отеки. Вот здесь отеки идут именно в районе ног. Следующий пункт – это суставы. Почему мы говорим о суставах? Потому что они принципиально важны для того, чтобы мы были активны. Наша жизненная активность, движение. Мы все понимаем, что у нас есть позвоночник. Пожалуйста, выровняем спиночку хорошо. Вот так ее немножечко назад протянем. Потому что наш позвоночник – это основной столб для энергии, которая должна двигаться в нужном нам направлении. Если мы согнулись, ток энергии нарушается. Ну и, соответственно, надо с этим что-то делать. То есть суставы – это наша мобильность, это наша свобода движения. И на самом деле в них самым уязвимым являются вот эти именно хрящевые прослойки. Или диски межпозвоночные. Потому что они зависят от разных факторов, в том числе коллаген и так далее. То есть это важный орган, который тоже отвечает за то, чтобы процессы очищения организма были правильны, чтобы мы правильно двигались. Мы с вами говорили, физическая активность помогает правильному очищению организма. Если здесь есть изменения, это будут боли. Чаще всего в мышцах, в суставах, ну или нарушение движения и так далее. И последний пункт – это кожа, кожная покрова. Мы говорим «кожная покрова», но понимаем, что это кожа, слизистые волосы и ногти. Это комплекс идет. Почему они важны? Ну потому что в первую очередь это наши органы защиты. Физическая, химическая и так далее. Здесь же снова же работает наша неспецифическая защита. Это не клетки иммунной системы, но неспецифическая защита от разных микроэлементов и так далее. Поэтому для нас важно, чтобы кожа была именно в правильном, здоровом состоянии. Потому что были вот эти все функции защиты внутренних органов, выполнены правильно. Если появляются проблемы, что мы можем увидеть? Мы видим, что кожа меняется. Меняется поверхность, меняется ее цвет, но он становится нездоровым. Могут появиться какие-то высыпания. Может кожа стать более бугристой, слоистой. То есть меняется ее просто структура, это видно. Или появились раздражения, высыпания, какие-то новые родинки. Это, кстати, важный момент. Или появились трещины на ладонях и стопах. У нас кто-то в марафоне написал, что и внезапно появились трещины у меня там на стопе, там с одной стороны. Или дополнительно выделяется чуть больше слези из носоглотки. Или, допустим, откащиваться чуть больше мокроты. Или появляется выделение из интимной зоны. То есть мы говорим о чем? В этом случае все вот эти шесть зон, которые мы вспомнили, надо правильно очистить. И здесь важно помнить о том, что мы же проводим детокс на разных уровнях. Первый уровень. То есть у нас последовательность очищения самая. Максимальный деток. Первое. Мы чистим орган. Тот, который мы назвали. Если мы все сделали правильно, этот орган начинает работать так, как положено, восстанавливается его функция. И он уже сам себя чистит от следующих токсинов. Второй уровень. Мы чистим межклеточное пространство. Это лимфа. Это очень интересная история, о которой мы отдельно поговорим. Но мы говорим о том, что именно здесь идет ток лимфы, межклеточной жидкости и лимфы, который выводит токсины вне клеток. Мы поддержали этот уровень. Теперь, когда мы сделали предыдущие действия, мы чистим непосредственно клетку. Забираем из нее токсины. И вот здесь мы дошли до следующего уровня биомолекулярного. Потому что у нас токсины, которые находятся внутри клетки, они же просто так не сдаются. Правильно? Они представлены двумя формами. Водорастворимые. Ее относительно просто вывести. То есть просто захватили, добавили воду. Мы знаем, вода теплая, без хлора. Мы об этом чуть позже поговорим. И эти водорастворимые токсины вышли. Но есть часть токсинов жирорастворимых. Особенность в том, что они смогли попасть внутрь клетки. Спрятались под нашу клеточную мембрану. И их оттуда вытянуть тяжело. Потому что их надо путем цепочки превращения перевести в водорастворимые. И тогда мы их вытянем. То есть на самом деле у нас задача вот эти все уровни сделать правильно. И мы уже говорили в первой части о том, что у нас есть два принципиальных базовых продукта. Это фульвовые кислоты. Наши, высокой концентрации. Которые мы капаем. Мы говорили о том, что для процесса детоксикации идет минимум 15-20 капель, 200 мл воды. Еще раз подчеркиваем, вода не хлорирована. Помним, что здесь масса полезных эффектов. В том числе именно детоксикация это функция фульвовой кислоты. И следующий продукт, о котором мы говорили. То есть это первый этап мы вспоминаем. Полипренолы. Полипренолы. Это наш пренавитал. В котором еще добавлен сок пихты. И вот эти 15-20 капель концентрата. Снова же на 200 мл воды. Комнатной температуры и теплее. Принимаем 1-2 раза в сутки. Снова же практически на постоянной основе. Мы сделали упор на то, что и фульговые кислоты, и пренавитал являются продуктами одного уровня. Но не разные. Мы написали или. То есть можно применять только один из продуктов. Можно их применять вместе. Они только дополняют друг друга. И двигаемся дальше. Что еще сработает для шести органов, которые мы сегодня вспомнили. Что надо делать, если какой-то из симптомов, которые мы сегодня сказали, признак проблемы какого-то органа, вы заметили у себя. У нас есть несколько продуктов, которые мы предлагаем в нашей программе. Которые будут действовать на уровне всех этих шести органов. И всех четырех уровней детоксикации, которые нам нужны. Начинаем. Это алоэ. Это алоэ вера. Просто вспомним о том, что это растение используется. Начали использовать с целью лечения задолго до нашей эры. Помните, что его давали в дорогу умершим фараонам. Потому что это растение бессмертия. Слово бессмертия. То есть оно не просто продлевает жизнь. Оно дает красивую, активную жизнь. И снова же сияющая горькая субстанция. Да, горько. Оно сияющее, то есть очень ценное. И это лилия пустыни. Потому что в тех условиях, вы видите, вырасти невозможно. Но те, кто выросли, они в себе сконцентрировали массу полезных для нас алиментов. Просто скажем о том, что алоэ. Мы говорим конкретно про алоэ вера. Это особенный соль. Содержит множество алиментов, которые для нас важны. 200 из них 75 потенциально важных для нас. Витамины, ферменты, минералы, сахара. Простые и сложные. Средства лечения аллергии. Борьба с бактериями и вирусами. Или это нормализация гормонального баланса. Или борьба с воспалением. Или дополнительный. То есть мощный состав. И для того, чтобы все вот эти молекулы действовали как надо. Мы помним, что только в алоэ вера есть особенный дирижер молекулы ацимонана. Это сложный сахар, который как раз связывается со всеми необходимыми молекулами. Молекулами в нужный момент. И дают им сигнал, что пора работать. Для этого используется вода. Большое количество воды здесь находится. Практически 99,5%. В геле алоэ. Но это не просто вода. Это поляризованная вода. И она помогает, с одной стороны, более активно работать этим элементом. С другой стороны, выстраивает вот такие цепочки, которые нужны для того, чтобы передать сигнал от ацимонана. И что мы получаем? Первый эффект. Детоксикация. Наша тема, о которой мы сегодня говорим, о которой мы в итоге сделаем очень хорошо. То есть периодически надо чистить организм. Два раза в году весной. Само собой его надо чистить. И вот здесь мы говорим о том, что именно свойство алоэ в геля в том, что оно проникает в клетку быстрее воды в 3-4 раза. Чистит кровь, лимфу. То есть все уровни, о которых мы говорили. И при этом не просто выводит токсины, но и дополнительно перехватывает тяжелые металлы. Перехватывает тяжелые металлы. И, соответственно, включает более активную работу. Жиров. Возможно, там лишние жиры начнут более активно использоваться и уходить, и нормализуется вес. Плюс, если где-то есть воспаление, то здесь у нас есть 12 элементов, которые блокируют воспаление, которое уже наносит вред организму. Воспаление – это защита организма на определенном уровне. Если оно более выражено, его надо тихонечко успокоить. И для этого у нас есть просто здесь растительные элементы, которые будут работать. При этом подавляется боль. При этом борьба с воспалением и заживление тоже происходит максимально правильно. То есть без грубого рубца, к примеру. И здоровое пищеварение. То, что нам надо. Нам надо, чтобы впиталась пища, которую мы использовали. И если там есть какие-то проблемы, которые надо вывести из кишечника, вот включилось слабительное действие. Очень мощное. Очень хорошее. При этом мы не просто вывели то, что надо было вывести из кишечника с помощью слабительного действия, но мы сразу подкормили все клеточки кишечника, потому что у нас здесь натуральное питательное вещество. Следующее. Мы помогли убрать проблемы органов пищеварения. Может быть, где-то кастит или язва, или где-то там калит, геморрой. То есть мы улучшили пищеварение. И помогаем поглощать те правильные элементы пищи, которые мы используем. Плюс поддержали иммунную систему. Естественно, мы ее подкормили. Мы правильно получаем все необходимые элементы. И борьба идет с конкретными возбудителями. Уменьшились аллергические реакции. Четкая реакция в отношении онкопроцессов, профилактики или уже стабилизации, если есть ситуация. Помним, что если сложная онкология, используются химиотерапии, другие средства медикаментозные, после них всегда есть побочные действия сложные. Прием алоэ-вера помогает эти побочные эффекты лекарств при онкологии убрать к минимуму. И смотрите, антивозрастные омолаживающие свойства. Но антивозрастные, то есть мы говорим о том, что если правильно кормить клеточки организма и поддерживать, то возрастные изменения будут приходить к нам с такой скоростью, что мы их даже не заметим. И омолаживающие свойства. Мы не говорим о том, что это слова. Мы говорим о том, что на фоне приема алоэ-вера, каждая клеточка, которую будет организм синтезировать, она будет максимально правильного качества. Просто потому, что мы ее подкормили, поддержали, убрали токсины и так далее. Сердечно-сосудистая система – это же орган, который нам нужен для правильного детокса. Вот, пожалуйста, мы поддержали правильную циркуляцию крови, потому что здесь будет правильный состав крови. Не будет риска тромбоза на фоне применения алоэ. Мы снижаем его. Плюс помогаем работе сосудов без спазмов. Плюс снова же улучшили работу мышц и сердца, потому что подкормили. И против варикозного расширения снова же подтянули стеночку вены. И помогаем убрать отеки, которые, возможно, здесь были. Смотрите, сколько симптомов, признаков, проблемы сразу подтянули. Здоровая кожа. Принципиально важный момент. Снова же кожа, ногтики, волосы слезистые. Мы, с одной стороны, насытили необходимыми элементами. Мы улучшили синдос коллагена. Важный мелок, который отвечает за упругость кожи. Упругость кожи, упругость сосудистой стенки. Упругость наших суставных поверхностей и хрящиков. То есть снова же и процесс заживления. Это регуляция энергии веса. Четко доказано, что на фоне приема геля алоэ вера у нас улучшается синдос энергии. Соответственно, ее становится больше. Ее становится больше. Организм переходит на правильный обмен веществ. И там, где были сбои, к примеру, снова же становится. Немножко вес изменился в сторону увеличения. Больше энергии. Мы быстрее используем жировые клеточки, которые не нужны. Это важный момент. Они уходят. Ну и, соответственно, у нас меняется и вес, и контуры. И четко доказано, что на фоне приема геля алоэ у нас улучшается устойчивость организма к разным проблемам. Снова жиротовая полость. Четко подтянули. Ушли от проблем. Почему? Потому что мы используем не просто сырье. Мы используем самое лучшее сырье, которое растет именно там, где и положено. В этих жестких условиях природных, но с полной экологической поддержкой. Итак, появился наш гель. Прошу прощения. Появился наш гель. Вот так он пролисает. Наш гель балансер алоэ у нас 4 вкуса, вы знаете. Это с витамином С. Это имбирь с одуванчиком, поднимем одуванчиком. Это вкус манго с корнем одуванчика. И вкус граната с мелисой и ромашкой. Они все работают в направлениях, которые мы назвали. Помним, что для этого нам надо использовать гель алоэ несколько раз. Одного раза недостаточно. Минимум 2, а лучше 3 раза в день. И помним, что при этом... Секунду, секунду. Помним, что при этом мы дозируем гель колпачком, который у нас есть. Он у нас с дозатором. Колпачок 30 мл, максимальная доза 3 колпачка 90 мл, то есть утро, обед, вечер. Минимально пол колпачка, меньше не работает, чем пол колпачка утро и вечер. Если... То есть наш балансер алоэ, это понятно. Следующее. У нас ситуация, когда надо дополнительно, экстремально или в клановом порядке поддержать очищение организма. Ситуация, когда параллельно, возможно, были проблемы обмена воды. То есть есть избыточная жидкость, возможно, отеки. И ситуация, когда, может быть, рядом есть изменение веса. То есть это не обязательно все совпадает. Может быть, все по отдельности. Для этого случая у нас есть наш следующий продукт. Это балансер Дрейн Маск. Два вкуса, которые здесь есть. Мы знаем, что у нас здесь есть основа. Это порошок яблока, лимона, сока ревня, сельдерия. И знаем, что у нас здесь есть дополнительные 7 элементов растительных, которые и будут отвечать за очищение, детокс. Наша главная задача. За глядение лишней жидкости, если она где-то скопилась. И за поддержание оптимального веса. Алоэ, вера, мы уже знакомы. Хвощ, белый чай, лемонграсс, фенхель и мята. Получается, что для того, чтобы получить пользу этого продукта нашего, Дрейн Макс, надо просто развести порцию в 200 мл питьевой воды, без хлора, на всякий случай напоминаем. Используем сразу после приготовления. Можно использовать в день 1, 2 или 3 порции, как вы считаете нужным. И следующий наш продукт, о котором мы говорим, снова же, который мы предлагаем в нашей схеме, это Balancer Light. Три вкуса. Ваниль, кофе, лесные ягоды. Кто что заказывал. Помним, что этот коктейль подлежит разведению в молоке. Обычное молоко или растительное молоко. В принципе, можно, конечно же, его разводить в воде. Естественно, можно сделать и так. Снова же, интенсивно взбили, получили коктейль вкусный. Использовали его сразу. Помним, что использование этого коктейля в некоторых ситуациях мы можем заменить один из приемов печи. Снова же, у нас все понятно. Но полностью воспоминальная потребность организма. Белки, витамины. Отличный эффект получается. В нашей программе, которую мы предлагаем, первый уровень, это фолиовые кислоты и или пренавитал. Мы уже прошли. Сегодня мы говорим о наших коктейлях. Мы говорим о нашем алое и дрейдмаксе. То есть, в принципе, основные продукты мы уже рассмотрели. Обратим внимание на то, что нам нужно обязательно правильное количество воды. Принципиальный момент. Воды должно быть чуть больше, чем вы думаете. И еще раз подчеркнем, что это именно вода. Не вода с растительными какими-то добавками. Не вода с ложечкой меда. Не вода в виде зеленого чая. Мы говорим именно про воду. Потому что организму нужна только одна. Детокс – это чистая вода. Еще раз подчеркнем, что здесь воды должно быть чуть больше, чем обычно. И желательно, чтобы она была теплая. Потому что мы предотвращаем массу проблем организма. Мы вытянули те элементы, которые надо. И мы включили синтез энергии совсем на другом уровне. И последнее. Кому нужна наша программа очищения? Всем, кто связан с вот этими пунктами введения токсинов в организм. То есть, много мы об этом говорили. Это, снова, хронические проблемы, гиподинамия, аллергия и так далее. И так далее. Что мы ожидаем от нашего детокса? Мы предполагаем, и мы увидим, и получим это, что масса тела стабилизируется, если она была немного повышена. Сахар крови под контролем. Пищеварительная система работает, как положено каждое дело. Устойчивость организма повысилась. Состояние кожи улучшилось. Давление стабилизировалось. Все проблемы, суставы и так далее потихонечку уходят на нет. И включается омоложение организма. На смену клеткам, которые отработали, появляются клетки максимально нужного качества. Соответственно, мы получаем другой уровень здоровья. Мы потихонечку возвращаемся к тому оптимальному состоянию, который нам надо. И мы меняем внешний вид. Это принципиально важно. Кожа, помните, это защита в первую очередь. Когда нужно проконсультироваться с врачом? При приеме наших продуктов именно в программе ДЕТОКС. Просто напомним, что это беременность, кормление грудью. Это не противопоказание. Просто в некоторых ситуациях нужна дополнительная консультация врача. Это анемия. Когда гемоклобин очень низкий. Здесь нужна антипаразитарная программа в первую очередь. Резкие обострения хронических ситуаций. Онкология активна, когда идет химиотерапия. Просто совмещаем аккуратно эти программы. Это не противодействие. И когда уровень сахара крови снижен. Это очень важный показатель. Здесь обязательно показаться врачу. Потому что, возможно, нужны дополнительные действия. Ну и последнее. Все велико до смешного простоя. Но дается оно нелегким трудом. Мы с вами отвечаем на вопрос. Быть или не быть? В смысле здоровым быть или не быть? Мы знаем, что для того, чтобы помочь здоровью, нужно помочь очистить организм. Для этого есть простые действия и определенная последовательность этих действий. Просто берем, делаем и получаем эффект. Поэтому здоровья, хорошего настроения. И до следующей встречи. Потому что у нас будет очень интересная беседа об антипаразитарной программе. Доброго вечера всем!